Но всегда, тем не менее, есть экономический конфликт и идеологический. Культурная самобытность противостоит общечеловеческим ценностям. Неважно, во что мы верим в то или другое, но если вы пытаетесь сохранить, обезопасить культурную самобытность, вам придется пожертвовать так называемыми общечеловеческими ценностями, и наоборот. Так вот, теперь мы существуем в условиях глобального беспорядка. Вот в тех самых анклабах глобализации. И можно заметить многочисленные парадоксы. Например, повышение таможенных тарифов, то есть протекционистская политика, усиливает конкуренцию со стороны иностранных производителей. Потому что они существуют в режиме транснациональных сетей поставок, транснациональных корпораций. Вы повышаете таможенные тарифы, чтобы защитить любимый автобаз. Это значит, что рядом с автобазом появится множество предприятий, тех самых производителей, от которых вы пытаетесь его защитить. То есть автобаза становится еще хуже, чем до того, как вы повышаете таможенные тарифы. И, кстати сказать, началось это не у нас. Эти грабли открыли американцы в 80-х годах с японскими машинами. Нам осталось только на эти грабли. Принято считать, что глобализация ведет, или, по крайней мере, поначалу вела к ослаблению и исчезновению государственного института. Но вот такой парадокс. В начале 20-го века было около полусотни суверенными государствами с их колониями. А к концу 20-го века их стало примерно 200. Чем больше вторгаются, вмешиваются наднациональные и транснациональные организации во внутреннюю политику, в институциональную структуру государств, тем больше эти независимые государства становятся. Потому что на самом деле существуют сети взаимовлияния и взаимоподвижения. И вот в этих сетях и существуют те государства, которые вполне суверенными назвать никак не удается. Есть разные варианты. То есть можно прицать оружие, но при этом хранить свои валютные запасы в банках страны, с которой вступаете в полку вооружений. Можно добиваться независимости, считать, что нация имеет право на независимость и получать под эту независимость за власть для своих полицейских. Как, например, полистинская квази-государства получает отборосоюзные институции. Вот такие структурные парадоксы приводят к тому, что привычные ориентиры границы и барьеры, символические и нормативные, утрачивают свой смысл. Или, например, ксенофобы могут объединяться в интернациональные группы и движения, как Аль-Каида, или как фракция в Европавлане. Аль-Каида, или ультранационалисты, которые против объединенной Европы, там избираются и там создают свой националистический интернационал. На рабочих эмигрантов нападают фринхеды, которые выходцы по преимуществу из рабочих семей. Против глобального капитализма протестуют выходцы из средних буржуазных союз в тех самых ультраурманистических и постиндустриальных центрах. То есть тоже, что считалось классным конфликтом и классовой солидарностью, привычные структурные разграничения и связи тоже приводят к парадоксальному ситуации. Или, например, культурное наследие могут охранять транснациональные корпорации, инвестируя большие деньги в реставрацию, в культурные просветительские и образовательные проекты. А та культурная самобытность, в защиту которой выступают национальные интеллектуалы, обычно совершенно не интересуют народные массы, которые хотят быть дискополитичными потребителями и к этому стремятся. Таким образом, между структурами и глобализацией возникает странное парадоксальное взаимоотношение, когда у нас вместо структурирования при помощи институтов какого-то единого всемирного общества возникают парадоксальные подвижные конфигурации, которые скорее отменяют привычное общество, экономику, политику, культуру, стратификацию. И вот эти конфигурации, эти сети и потоки и можно называть трансструктурами, поскольку они проникают через привычные границы. И вот это пронизанное трансструктурами общество, оно и приводит к тому, что у нас по-новому нужно определять, или хотя бы заново с нуля определять ту самую социитальную безопасность. Я думаю, что у меня там есть еще несколько слоев, я довольно быстро проскочу, только назову, что это за трансструктуры. Это, во-первых, трансструктуры, возникающие в результате распространения логики виртуализации, когда у нас социальная реальность института и группы замещаются имиджами и коммуникациями. Ну, в экономике это бренды, в политике это public relations. Соответственно, возникает то общество, которое когда-то адресал в батарея, состоящее из симуляторов, или представляющих собой симуляторов, то есть копии без оригиналов, имиджи без референтов. Но эта логика продолжается дальше. Когда у вас не только конкуренты успешные, а все оперируют имиджами и брендами, в том числе и персональными имиджами, и в силу утрачиваются. Виртуальная реальность больше не приносит конкурентных преимуществ. И тогда происходит переход по логике гламура. Нужны не просто образы, не просто коммуникации, а страшно красивые образы и очень интенсивные коммуникации. Возникает клэн-капитализм, в котором стоимость уже связана не с брендами, просто имиджами, а с трендами, быстро меняющимися имиджами, структурами. Клэн-капитализм доминирует вот в тех самых анклавах глобальности, но при этом там есть свой протест, своя альтернатива. Альтеросоциальное движение, хайтеры, пираты, экстремисты, которым не нравится эта политика и экономика имиджей и презентаций, перформансов, они по-своему создачно или неосознанно борются против этих структур. И в результате не возвращают до виртуального состояния социальности, скорее порождают альтеросоциальность. Они тоже агрессивны, они тоже пронизывают традиционные институты и группы, с ними тоже нужно что-то делать. Перспектива альтер-капитализма, это перспектива того, что после того, как вытеснилось аутентичности вещей и действий виртуальная реальность, теперь у нас возникает потоковая аутентичность. Поэтому в этом мире, где у нас возникают транс-структуры, нужно переопределять социитальную безопасность. Идея о том, что это связано с понятиями целостности, стабильности и идентичности, вот эта идея просто не даст нужной эффективности. Эта идея относится к традиционным структурным институтам и группам. А нужно вырабатывать в новый концептуальный аппарат. Ну, что-то вроде многополярности, креативности, потоковая аутентичности. У нас очень любят говорить о многополярности, когда хотят хоть чертуть, что мы все еще пышемся и пытаемся быть великой державой наряду с Америкой. Так вот, в первую очередь, хорошо бы подумать о том, что у нас в России внутри существует многополярность. И вот в этих самых анталовах глобальность у нас многополярность, и вот с ней нужно что-то делать, чтобы обеспечиться цитальную безопасность. Спасибо.